Городской репортаж В нем сообщалось о внеплановом отключении горячей воды из-за должников. Точных дат указано не было, а это значит, что без воды, возможно, придется провести и все лето. Вдруг пишут объявление, что кто-то там не уплатил за квартиру, и мы должны страдать, кто платит за квартиру. И опять отключили, ну, дней, наверное, на четыре точно. Вот тут висело объявление, кто злостный неплатильщик. Вот отключили горячую воду, не отключили. У меня есть бойлер. Час работы, и все готово. Есть жители, у которых на такой непредвиденный случай имеется бойлер. Однако подобные блага цивилизации есть не у всех. Многим жителям приходится нагревать воду по старинке – в кастрюлях. Ежедневно на семью необходимо около 20 литров горячей воды. Это таз, три кастрюли и чайник кипятка. Грели у кого как. У кого в кастрюле, у кого кипятильником грели. Мы примерно грели в ведре кипятильником. По ведру каждому надо было согреть воды, чтобы разбавить ее холодной и хотя бы вечером помыть детей. А мы не знаем, почему мы должны страдать. Вот как вы думаете? Я не знаю. 21 век. Целыми днями греешь эту воду. 21 век. Целыми днями и таскаешь ее на себе. Из ванной на кухню, из кухни в ванной. Когда это кончится? Действительно, большинство жителей оплачивают коммунальные услуги своевременно. Возникает вопрос, насколько законно подобны отключения. Полагаю, что данные действия выносят незаконный необоснованный характер, поскольку законом предусмотрено взыскание задолженности в принудительном порядке в судебном, а с недобросовестных плательщиков. И отключать какие-либо коммунальные услуги у жителей дома, подъезда, те, которые надлежащим образом исполняют свою обязанность, я считаю, что это не основано на такие действия на законе. В этот раз все обошлось. Ситуация разрешилась в считанные дни. Почему? Когда кто-то не платит, мы из-за них должны страдать. Люди не платят за квартиру. Злостные неплательщики. Они не только не платят за воду, они не платят за мусор. И почему из-за них мы должны страдать, почему у нас должны воду отключать? Нам надоело. Мы написали в главе. Как только мы пожаловали, сразу воду включили. Неплательщики за коммунальные услуги были во все времена. Одно дело, когда это состоятельный человек, который не платит из принципа, и совсем другое, когда законопослушный житель, попавший в сложную жизненную ситуацию. Вероятнее всего, и в том, и в другом случае найти выход можно. И обойтись без таких мер. И обязательно вмешательство в простой бытовой вопрос главы города. Валерия Константинова, Валерий Сахнов, Большая Балашиха. Городской репортаж